Дамы и господа, генеральный директор открытого акционерного общества Ростелеком Константин Юрьевич Солодухин. Ростелеком Константин Юрьевич Солодухин. С того времени прошло много-много лет, и телекоммуникации развивались своим чередом, и сегодня достигли такого уровня, что, наверное, каждый житель Российской Федерации сегодня в какой-то части ими пользуется. И если мы посмотрим на карту Российской Федерации, то не найдем ни одной точки на этой карте, где бы компания Ростелеком не оказывала свои сервисы. Если мы сегодня посмотрим на карту мира, то нет ни одного уголка, где бы компания Ростелеком не имела бы партнеров. Их сегодня более 160 у компаний, и с каждым у нас тесные, партнерские, хорошие, дружеские взаимоотношения. Если говорить про телекоммуникационные услуги, то сегодня они достигли такого уровня, что, наверное, они опережают даже наше воображение. Вот, например, возьмем далекую страну Японию. Президент одной из ведущих телекоммуникационных компаний Японии выделил всего 30 минут времени на то, чтобы поприсутствовать на нашем проекте, на открытии нашего проекта, подводной оптиковолоконной линии связи, которая соединяет сегодня Россию и Японию. Но, тем не менее, сегодня он с нами. Пожалуйста, коллеги. Мистер Константин Соридуихин, и все, кто-то. Поздравляю, я Тадаши Оно-дера, президент КДДИ. Это очень особенный год для Ростелеком, но также КДДИ. Россян-Jапан-Кэбл РЖСЕН, который мы построили в прошлом году, в последний месяц. Я хочу еще раз благодарить вам. КДДИ, что вы, как партнер, как вы, как партнер. Мы вместе с клиентами, мы работаем, что мы с клиентами с более лучшим услуги. Он за бед. Спасибо. Что думает сегодня партнерство с компанией Ростелеком, президент одной из ведущих китайских компаний? Вдумайтесь, который обслуживает сегодня полмиллиарда абонентов. Самыми современными и надежными сервисами. Пожалуйста, Китай. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь, я считаю, имеет смысл предоставить слово Генеральному секретарю Международного союза электросвязи. Пожалуйста, Швейцария, мы вас слушаем. Как Генеральный секретар Международного союза электросвязи, имею в виду сейчас поздравить Ростелеком с 15-й годовщиной ее создания. Еще раз передаю свои поздравления Ростелекому одному из высокосынных членов сектора МСА и партнеру по нашему плану соединить мир. Еще раз поздравляю Ростелеком. Спасибо. Туманный Альбион. Несмотря на все сложности лондонской погоды, это один из самых надежных партнеров Ростелекома. Пожалуйста. Ростелеком. Ну и, наконец, наши самые ближайшие партнеры и соседи. Как вы думаете, с какой страной мира больше всего разговаривают жители Российской Федерации? Конечно же, это Украина. Спасибо. Уважаемые коллеги, с огромным удовольствием поздравляю вас со знаменательной датой, 15-летним со дня основания компании. Все эти годы Ростелеком и Укртелеком исключительно плодотворно сотрудничали и всегда находили взаимовыгодные решения во всех сферах своей деятельности. Еще раз хочу поздравить компанию Ростелеком, весь ваш многотысячный коллектив, членов ваших семей с этой знаменательной датой и пожелать вам покорения новых вершин, новых успехов и свершений. Приятно услышать такие слова, приятные от коллег Укртелекома. Ну и, наверное, то, что сегодня еще не могут телекоммуникации, это передать особенности и прелести узбекской кухни, восточной кухни. Пожалуйста, коллеги из Узбекистана. Ростелеком Ну и, наконец, пришло время предоставить слово собственно генеральному директору компании Ростелеком Солодухину Константину Юрьевичу. Каждый из сидящих здесь в зале привожил свою путь только к образованию, становлению и уважанию компании Ростелеком. Сегодня это сердце телекоммуникации Российской Федерации. И каждый из вас знает, что такое компания Ростелеком. Сегодня, наверное, много были слов сказано о прошлом, настоящем, будущем этой компании. Добро пожаловать на наш вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги и друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова